здравствуйте рад вас вновь приветствовать на нашем youtube канале not pastrigun также у нас есть группа вконтакте not pastrigun не забывайте туда заходите есть замечательный магазин где в подробностях расписаны характеристики этих машинок и сегодня мы с вами обсудим давний вопрос вот есть две машинки выглядят очень похоже отличие вроде бы только в цвете давайте заглянем внутрь если различие это мозер макс 45 и волк м2 speed в чем разница на самом деле обе эти машинки это мозер волк не производит сам никаких машинок для стрижки животных когда-то давным-давно у них были свои вялые потуги но они их не осилили слились и в итоге предпочли просто выкупить с потрохами фирму мозер и теперь все машинки серии км если их разобрать то внутри там будет повсюду надписи мозер и более того вы видите здесь у нас внизу надпись джарман инженерирует спроектирована в германии но более того для меня это удивительно но вот сейчас здесь появилась надпись made in germany то есть сделано в германии раньше машинки волка м2 собирались в венгрии вот конкретно этот образец собирается в германии машинки мозер профессиональной линейки неважно для людей или для животных всегда собирались только в германии но от км овские машинки они собирались в венгрии большей частью и изредка в сша те же самые км кордлис там часть собиралась в сша ну вот переместили производство германию какая-то оптимизация у них там идет хорошо давайте вкратце о цене стоят машинки практически одинаково как правило мозер макс 45 чуточку дороже чем спид к м2 скорее всего из-за комплектации комплекте у мозер макс всегда идут ну не всегда в последние годы идут насадки здесь идет две насадки не знаю насколько вам хорошо видно размер размер у них 10 и 16 миллиметров качественные насадки с металлическими наконечками с металлическими зубцами и с металлической защелкой очень удобный то есть вместо ножей больших размеров вполне можно использовать насадки вот они у возра есть у валовской машинки к м комплекте только машинка с ножом так вот у нас мозер вот у нас м2 так вот у нас две машинки отличие визуально конечно же бросается в глаза это цвет шнур у них одинаковые длина 3 метра не удивлюсь что если шнуры с одного и того же завода собственно почему бы и нет корпуса скорее всего тоже делается на одном и том же заводе маркировка ну вот вам маркировка машинок до 1245 type type 1247 мощность 45 ватт обе сделаны в германии корпуса сами видите форма одинаковая возможно волк самую чуточку потоньше видите здесь вот перешеек волк немножко за узел корпус чтобы хват был более удобный да действительно машинка волк в этом месте потоньше здесь американцы видимо попросили своих немецких коллег чтобы они доработали и корпус сделали в этом месте потоньше для более удобного хвата все-таки большинство пользователей этих машинок женщины девушки соответственно рука небольшого размера и эту машинку на мой взгляд субъективно держать немножко удобнее ножи здесь отличается понятное дело на мозере стоит нож мозор на волк непонятное дело но стоит нож волк на ряд своих машинок волк ставит мозоровские ножи но это касается машинок аккумуляторных которые грумеры скорее назовут триммерами да это там хромада бравура фигура на них ставятся ножи от мозор быстро съемные так называемая серия magic blade и он называет мозор волк называет пять в одном ножи у них там встроенный переключатель длины среза но при этом волк перемаркируют то есть их также выполняют на заводах мозор но пишут надпись на них волк ну свои заморочки у них ладно в комплекте с волк идет нож номер 10 18 миллиметров в комплекте с мозором идет нож номер 31 миллиметр на мой взгляд отличие незначимое хотя наверняка у грумеров есть свои предпочтения для котиков наверно больше подходит нож 18 миллиметра но опять же там я не разбираюсь сразу скажу в стандартах стрижки что там кому положено поэтому вот грумеры можете писать в комментариях какой нож все-таки предпочтительнее для вашей работы и какая у вас специфика работы какие породы да или там котики или собачки мне это было бы интересно знать чтобы в дальнейшем наш магазин мог советовать своим покупателям что же взять в том или ином случае хорошо давайте в кадре появится еще вот такая вот штука называется она отвертка да и давайте мы вскроем две эти замечательные машинки которые снаружи отличаются только утончением корпуса машинки волк и заглянем есть ли у них отличия внутри моторы и да в общем то там практически ничего нет мотор плата преобразователя напряжения но и кое-какая механика и так сняли крышки скинули кстати говоря винты здесь не крестовые здесь винт у нас под торкс ну или под звездочку как некоторые говорят но можно открутить при желании и отверткой с прямым шлицем но нежелательно все-таки торксовская отвертка она лучше откручивает меньше вероятность срыва винта и так как видите компоновка здесь абсолютно одинаково внешне я никаких отличий не вижу все то же самое моторы внешне выглядят точно также точно также выглядит эта схема но давайте попробуем найти маркировку какую-нибудь честно скажу я и сам не разбирал еще эти машинки давайте ковырнем и посмотрим что же у нас там внутри так не стал я полностью разбирать редуктор просто немножко развернул мотор он не вынимается при неразобранном редукторе и давайте посмотрим маркировку и так маркировка на волл и маркировка на мозг что называется найдите 5 отличий маркировка здесь абсолютно одинаковая исключая вот последние цифры нижняя строка это фактически номер партии производитель здесь один и тот же ну я честно говоря затрудняюсь идентифицировать производителя не знаком не этот логотип возможно кто-то из опытных ремонтников подскажет номер мотора один и тот же типоразмер ну понятно тот же самый и тип мотора 1245 28 21 то есть судя по маркировке наличие индекса 1245 мотор произведен специально для компании может то есть они не закупают готовые моторы какие подвернулись как допустим у машинок тех же самых хром стайл мозг либо в magic clip хорошо известных парикмахерам они закупают то что есть уже готовые моторы здесь моторы разрабатывались специально под машинку и так собственно главное что я хотел показать в этом видео что начинка у двух машинок мазер макс 45 и волк м2 внутри все абсолютно одинаково немножко отличается форма корпуса и отличаются комплектные ножи отличается комплект нож 1 миллиметр идет к максом и классом напоминаю выпускается можно точно такая же машинка но называется класс 45 она отличается только комплектацию у нее нет в комплекте насадок и поэтому она стоит практически также там плюс-минус как волк м2 у макс 45 в комплекте идут две насадки 10 и 16 миллиметров соответственно она стоит чуточку подороже при этом машинки внутри абсолютно одинаковые волк м2 на мой взгляд чуточку поудобнее хват корпуса чуточку он по изящней вот в этом месте где редуктор немножко заузили каким-то чудом и это удалось в отличие от мозор стало немножко удобнее поэтому сомневайтесь что купить до что подвернется под руку дешевле то и покупайте на этом пожалуй все будут какие-то вопросы задавайте их в комментариях под видео у нас на ютюбе либо в контакте также напоминаю что у нас есть интернет магазин енот по стригун точка ру в котором представлены эти товары надеюсь по хорошей для вас цене и более подробно расписаны там характеристики и комплектации этих машинок также на сайте магазина указаны контакты так что можете звонить писать на ватсап или телеграм на этом все до скорых встреч пока пока